Пристраиваем вот эти три спортивных зала. Из этого окна стройка хорошо видна. Через несколько месяцев рядом с шестой школой появится здание с тремя спортивными залами. Часть денег местной власти удалось получить из федерального бюджета. Остальное взяли из городской казны. Сегодня Олег Грищенко приехал в учебное заведение проконтролировать строительные работы. Был сделан спонсорский проект бесплатно на школу. Прошел экспертизу проект. И власть из резервного фонда сумела выделить деньги на строительство спортзала. Спасибо Саратовскому депутатскому корпусу и областному, и городскому, которые сумели решить эту проблему. Пока где-то только возводят стены будущего спортивного зала в гуманитарно-экономическом лицее и уже заканчивают его ремонт. Школьники смогут здесь заниматься уже в сентябре. Сейчас на партах дети пишут. После ремонта, как вот новые парты у нас были, мы отмываем только периодически, просто делаем гигиеническую уборку. На такой парте не напишем специальное покрытие. Вместо того, чтобы писать на партах, школьники пишут на стенах. Таким образом во второй гимназии решили украсить спортивный зал. Глава города одобрил креатив педагогов и учеников. За последнее время школа очень сильно изменилась, стала более современной. Мел ушел в прошлое. Теперь на доске пишут маркером. Также во многих классах появились интерактивные экраны. Ирина Викторовна, расскажите, чем отличается такая доска от обычной и как она помогает в учебном процессе? Интерактивная доска является не только экраном для того, чтобы просматривать презентации, но и при изучении различных материалов на уроках окружающего мира, например, как физические карты. Географически мы можем приближать тот или иной матери, который изучаем на данном предмете. В рамках модернизации системы образования в саратовские школы поступают мобильные компьютерные классы, новая мебель и учебное пособие. В рамках модернизации образования при поддержке партии «Единой России» из федерального бюджета было выделено на городские школы 290 миллионов рублей. Это также ремонт, покупка различного рода оборудования, компьютерные классы. Все школы города готовы к встрече с учениками. Детей не порадуют удобными партами и отремонтированными классами. Надежда Новикова, Мария Филипенко, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.